Мы видим огромное количество людей, которые так и остались зависимыми. Это люди, которые склонны впадать в состояние жертвы. Они постоянно обвиняют кого-то, то силу природы они обвиняют, то погода плохая, вот там взрывы на солнце, правительство плохое, начальник плохой, мне у тех родителей родилась, мать мне не додала, отец у меня плохой или вообще бросил. То есть люди, которые продолжают оставаться потребителями, то есть они хотят, чтобы по требованию что-то было. И очень часто такие люди начинают требовать от других людей. Вот просто представляете, я иду сюда и скажу, я требую уважения. Но это странно, но ты заслужил уважения. Даже я требую внимания. Это очень странно. Ты делай так, чтобы захотелось слушать. То есть всё то, что мы требуем, мы этого не заслуживаем. И требование — это состояние детского разума, очень слабого. Человек, который живёт на платформе ума. И вот это состояние такого эдакого мученика, такие люди склонны постоянно обижаться. Их лица, если посмотреть, это такие сквашенные, глином такие. Такие, просто я вот, я просто прихожу и наказываю вас своим бедом. Ну вот просто представьте себе, это взрослый человек. Если взрослый человек сидит с таким лицом, это ваша ответственность, ну как бы, что это. Как будто вы уже, вот я уже пришла, и вы уже виноваты. Вообще могли бы меня посадить не там, а с передней, правда? Почему вообще вот так вот? Мы все пришли на равные. Ну почему тут сидит на первом ряду? А я почему сидит на последнем ряду, правильно? То есть человек может найти во всём какой-то повод попечалиться. Поднимите, пожалуйста, руку обидчивой. Давай.